Три обычных на первый взгляд предмета, в оформлении которых заложен глубочайший смысл. Подобные предметы с применением искусства холодной обработки металла, а также тарефтики, могли позволить себе преимущественно состоятельные люди. Чиканчик украсил ободок кувшина птицей с человеческой головой, окруженной ветвями. Вероятно, это изображение жительницы райского сада Сирин. Ее песни веселы и прекрасны, сулят внеземные радости, но в то же время и являются смертельно опасными, что, очевидно, роднит ее с образом морских дев – сирен, завлекавших мореходов в морскую пучину. Возможно, из этого кувшина наливали вино. Орнаментированная подставка. Восьмиугольная форма может иметь несколько значений. В исламе это символ рая. Согласно учению Пифагора, восемь – символ гармонии и божественного правосудия. У народов Востока восьмерка символически связана с успехом и богатством. И в то же время символика восьмерки – это изменчивость, регенерация, расширение и вращение. Изображения льва, лисицы, собаки и зайца могут символизировать власть, хитрость, преданность и долголетие, соответственно. Скорее всего, на эту подставку ставили блюда во время очень важных приемов, когда решались очень серьезные, возможно, даже государственного масштаба вопросы. Это цилиндрический котел IV-V века до н.э., найденный при строительстве Большого Ферганского канала в 1939 году. Симметрично расположенные ручки чередуются с фигурками козлов, которые, в свою очередь, с древних времен символизировали плодородие и жертвенность. Еще больше уникальных сокровищ шелкового пути из Центральной Азии можно найти в виртуальной выставке ЮНЕСКО, составленной при участии шести национальных музеев Ирана, Казахстана, Кыргызстана, Таджикистана, Туркменистана и Узбекистана. Ссылка в описании. Субтитры создавал DimaTorzok